На еженедельной планерке, состоявшейся 28 сентября в районной администрации, были рассмотрены вопросы, касающиеся проблем и позитивных событий, прошедшей недели в муниципальном образовании Кашхабльский район. Особое внимание главой района было уделено таким важным вопросам, как санитарно-эпидемиологическая обстановка и работа прививочной кампании в организациях района. Развернутую информацию о положении дел предоставили начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев, начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея Шевгеновского и Кашхабльского районов Жанна Бжицева, начальник управления образования Асиат Берзекова и заместитель главного врача Центральной районной больницы Зарема Батышева. По сравнению с понедельником, в прошлой неделе количество заразившихся на территории района увеличилось на 12 человек. В том числе, значит, Хольц один человек, Вольная три человека, Натырбова один человек, Личитсин два человека, Егерухай три человека и Дмитровское сельское поселение два человека. Хочется отметить то, что за эту неделю не произошло заражение на территории Кашхабского сельского поселения. Теперь, то, что касается протоколов, на 30 число два материала суд будет рассматривать, как будут приняты решения, я потом буду докладывать. На 28 сентября у нас в Кашхабском районе выздоровели 311 инфицированных, что составляет 82% от числа общего заболевших. У нас зарегистрировано 380 человек. Показатель заболеваемости на 1000 человек у нас составляет 12-9%. Стациональное лечение проходит у нас 12 коронавирусных пациентов, еще 69 у нас на амбулаторном лечении. Под медицинским наблюдением остается у нас 126 человек. Хотела бы дополнить, с 24 сентября изменения вступили в силу постановления главного государственного санитарного врача. Значит, теперь люди, которые возвращаются из-за рубежа именно самолетом, порядок теперь другой. Теперь до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации они должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госусловно. В образовательных учреждениях района, точно так же, как и со временем распространение этого вируса, исполняются, соблюдаются все требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Это тот же масочный режим, это термометрия ежедневная, это наблюдение за детьми в течение дня, это средства, обработка поверхностей, с которыми соприкасаются дети каждые два часа. Соблюдаются все меры предосторожности и в каждом образовательном учреждении есть в нужном, в достаточном количестве дезинфицирующие средства. Далее, об итогах весеннего призыва граждан на военную службу и задачах на осенний призыв, о проводимой работе по достижению «Х-матрицы» должил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Что касается осеннего призыва, с завтрашнего дня начинает работу призывная комиссия, сформированная на осенний призыв. На сегодняшний день цифры Бритепсинской 24 человека не оповещено, Вольнинская 2, Дмитриевская 1, Герухайская 4, Игнатьевская 0, Кашихабульская 20 человек, Игмайская 6, Натырбовская 5, Ходзанская 3 человека не оповещено. И от того 65 человек. 54 человека у нас составляют задания на осенний призыв. Справочно и весной, и осенью мы задания выполнили, но количество оповещенных считается одним из важных показателей работы призывной комиссии, и в первую очередь главы района, поэтому требую глав сельских поселений очень пристальное внимание обратить именно на оповещение и на яшку оповещенных. Подготовки проектно-сметной документации для участия сельских поселений района в программе комплексное развитие сельских территорий, проводимой работе по переселению граждан из аварийного ветхого жилья и реализации федерального проекта «Чистая вода». Было посвящено выступлению заместителя главы района по строительству архитектуре и ЖКХ Евгения Глазунова. Начальник управления финансов Асланда Гужев представил информацию о поступлении налоговых и неналоговых доходов в районы бюджет и бюджеты поселений. Также на утреннем совещании были рассмотрены и другие вопросы. В обсуждении поднятых тем приняли участие главы сельских поселений, заместители главы района, начальники структурных подразделений.